Квартирный вопрос привел жительницу Донского на личный прием к губернатору. По видеосвязи многодетная мать рассказала, семья должна была вот-вот получить квартиру и переехать из полуразрушенного жилья. Условия программы это позволяли. 8 детей, среди них 7 несовершеннолетних. Но все планы нарушила трагедия. Один ребенок умер. И если раньше семья Татьяны была одной из первых в очереди на переселение, то теперь стала 742-й. Не дай бог вот эта крыша рухнет и мне совсем жить негде. Я, как бы сказать, ну подавала на очередь, да, мне первоочередное право должно быть. Но у меня тут такие обстоятельства случились. Сыну старшему 23 года исполняется в это время, а еще у меня был 8-й ребенок, он умирает. И получается, что у меня уже получается не 7 детей, а не 8, а только 6. И первоочередного права я выпала из субсидий и получилось, что я на самой последней очереди. Ждать новой квартиры Татьяне придется минимум 4 года. Очередь на получение жилья сдвинуть невозможно по закону, но губернатор пообещал женщине помочь. Понятно, что это будет такое нестандартное решение. Беру проблему как бы на себя, на свой уровень и буду этот вопрос решать. Понятно, что не с ремонтом крыши, а по уделению жилья. Родители кимовских школьников пожаловались. Дети вынуждены заниматься спортом на улице. Три года назад в райцентре отремонтировали стадион. На помещении под трибунами закрыли, по решению прокуратуры. Компания, которая выполняла работы, допустила нарушения, а значит помещение опасное. По словам губернатора, вопрос уже находится на контроле. У подрядчика деньги попытаются отсудить, а стадион заново отремонтировать. Идет комплексное обследование несущих конструкций, потому что есть очевидные деформации. Будет откорректирован проект, на что понадобится полтора-два месяца. После этого делаем реконструкцию. Объем реконструкции, в зависимости от заключения, может варьироваться от 8 до 10 миллионов. Такой прием граждан прошел сегодня не только у губернатора. На вопросы людей отвечали профильные министры, руководитель жилищной инспекции, Уполномоченные по правам ребенка, сотрудники Роспотребнадзора и следователи. Такие приемы могут стать регулярными. Анна Степанова, Вадим Роженков, Первый Тульский.